Да-да, так что ад здесь. Сегодня у нас выступление Димаша в 2017 году с песней Адажио из Шоу Певец. Это связано с моей недавней реакцией на песню Лары Фабиана Адажио, кавер на которую Димаш здесь исполняет. Если ты еще не видел эту реакцию, пожалуйста, ознакомься с ней, размести открытку здесь или ссылку в описании ниже, потому что я мог бы буду проводить сравнение с ним, как я часто делаю сам, если считаю это необходимым. Это забавно, потому что это кавер на песню Лары Фабиана Адажио, которая является кавером на оригинальное Адажио Альбинони, о котором я рассказываю в реакции Лары Фабиан. Так что в этом есть определенный контекст. Так что будет интересно посмотреть, насколько версия Димаша отличается от оригинальной версии. Мне действительно понравилась Адажио Лары Фабиан. Я думаю, что сама песня великолепна. Так что я надеюсь на то же самое и в этой песне. Давай сразу перейдем к делу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, вот это открытие. Да, я знаю, я просто уверен, что мне это понравится. Очень здорово видеть, что Димаш тоже играет на пианино. До сих пор я не видел этого на выступлениях. Интересно, что это ля минор, в то время как выступление Лары было соль диезом, а оригинальное Адажио Альбинони соль мажорным. Так что мы как бы продвигаемся вверх с каждой версией. В этом есть смысл, потому что Димаш начинает немного выше, а это значит, что у него больше возможностей подняться выше и по-настоящему показать себя. Вне пределов его досягаемости. Итак, Димаш начинает. Это кажется очень свободным и ритмичным. А еще у него очень-очень воздушный голос, совсем как у Лары. Но Димаш там больше воздуха, это почти как шепот. И он слегка меняет мелодию, которую мы ожидаем услышать. Но вместо этого он продолжает. И общая текстура в этот момент такая тонкая. Это он просто аккомпанирует себе на пианино. Так что несмотря на то, что мы слышали всего пару секунд, на данный момент это означает, что эта версия намного-намного менее узнаваема по сравнению с оригиналом Адажио Альбинони. В то время как в версии Лары сразу видно, что это кавер на Адажио Альбинони. И сразу после этого он проделывает то же самое со следующей строкой, где он поднимается в конце строки, а не опускается вниз. Которая затем ведет внутрь. В этом такле мы впервые слышим его фальцет. Мы получаем представление об этом. Опять же, очень воздушно, как и в начале выступления Лары. Если начать с легкого голоса, который звучит слабее, чем более насыщенный, это означает, что ты можешь расти на протяжении всего выступления. Начни с малого, а закончи большим, именно так поступила Лара. Так что я думаю, было бы справедливо предположить, что Димаш, вероятно, что-то предпримет. Я сомневаюсь, что он будет оставаться воздушным и маленьким на протяжении всего этого. А когда исполнение начинается с малого, с минимумом инструментов и очень тихо, это заставляет вас обратить внимание. Мы должны прислушаться к его голосу. А потом мы переходим к этой части, к самому важному. Мне нравится, как здесь трактуется деменция. Если мы быстренько послушаем, как Лара трактует ту же самую часть. Вот в этой реакции я упомянул, что мне очень-очень понравилась эта часть. Она просто использует три ноты на басовом уровне. Димаш исполняет кавер на ног диф. Он поет это так элегантно. Обратите внимание, как он отрывается на мельчайшую долю секунды почти полностью, прежде чем они поднимаются до верхней ноты этой фразы. А затем он переходит к этой ноте, а затем снова почти отрывается от нее воздушным голосом, с небольшой паузой перед финалом. Он заканчивает ее тихо, нежно. Это почти противоположно тому, как это сделала Лара. Да, пока что мне это нравится, давай продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, я просто ненадолго прервусь на этом. Предыдущая часть была действительно хорошей. Здесь мы вносим ключевое изменение, точно так же, как мы это делали в версии Лары в тот же момент. Мы поднимаемся на полшага или на полтона выше, как это делала Лара. Так что это означает, что мы, вероятно, продолжим расти, а это значит, что Димаш, вероятно, поднимется еще выше. Именно туда нас ведет музыка. Лара сделала то же самое. Она достигла, знаете ли, своего рода кульминационного момента. Так что я не буду разочарован, но я буду очень удивлен, если Димаш не поднимется выше этого уровня. Верно и так из куплета, где Димаш перестает играть на пианино и берет микрофон, мы можем сказать, что это та же песня, что и Адажа Лары. То есть та же самая песня, как оригинальная Адажа Альбиноне. Но как мы часто видим, в аранжировках Димаша есть тонкие различия. Так что я просто хочу быстро указать на них. Мы все еще придерживаемся стиля оригинала. Струнные играют очень важную роль в игре. У нас появляется современный ритм, прямо как в версии Лары. Он хватает микрофон, это впечатляет. В оригинале я выделил басовую партию, как наиболее заметную. В этих двух строках басовая партия просто поднимается на первые три ноты гаммы. Я покажу тебе игру на фортепиано, переложенную в тональность Димаша, чтобы мы могли сравнить все версии вместе. Значит, мелодия в оригинале звучит примерно так. Если вы посмотрите на партию баса, то увидите, что в ней всего три ноты. Нота номер один, нота номер два, нота номер три. Это все, что она делает, она движется вверх. Вот так в оригинале. Смотри, когда она движется, мы получаем. Вот здесь она движется, так что теперь у нас есть столкновение, потому что у нас есть буква В и буква А, вот так. Но потом мелодия становится такой. И теперь эти две ноты работают. А затем в следующей строке повторяем то же самое. Они вступают в противоречие, это могло бы звучать примерно так, но затем мелодия меняется, и теперь это не противоречит друг другу. Версия Лары делает то же самое, но версия Димаша выглядит примерно так. Вместо того, чтобы уходить от столкновения, как это было раньше, теперь Димаш заканчивает фразу, переходя к столкновению. Вот эти две ноты. Так что в версии Димаша мы заканчиваем эту фразу не разрешенной. Басовая нота поднимает ее только в начале второй строки. Это создает еще немного дополнительного напряжения. Именно эти небольшие различия действительно создают очень тонкое, но отличное ощущение, не слишком отдаляя от первоисточника. Аранжировки просто очень-очень важны для исполнения. И сразу после этого мы получаем еще один пример интересной взаимосвязи между басом и мелодией по сравнению с версией Лары, а также версией Лары по сравнению с ременом. Дай мне подсказку из будущего, чтобы я еще раз продемонстрировал разницу между этими тремя примерами на пианино, переложив все в ту же тональность, в которой поет Димаш. В оригинальной версии Альбинони мелодия звучит вот так. А басовая партия звучит вот так. Важно то, что бас заканчивается на этом ре, так что мы заканчиваем аккордом ре минор. Басовая партия в версии Лары звучит не просто так, а вот так. Так что вместо этого получается вот так. Но в версии Димаша получается вот так. Так что все начинается на той же ноте, что и в версии Лары. Но в ней есть небольшое приятное дополнение. Так что как ты видишь, все они заканчиваются в одной и той же точке, но все они совершают разные путешествия, чтобы добраться туда. И все это в пределах одной маленькой строчки мелодии. Это просто показывает, как много возможностей изменить ситуацию, когда ты исполняешь кавер на песню. А вот здесь мне нравится, с какой легкостью Димаш исполняет свою первую ля, которая приближается к верхней границе диапазона тенора. У него такой чистый грудной голос, и если мы сравним это с тем, как он пел ту же мелодию ранее, тогда мы получим вторую адажа. Нынешняя адажа для Димаша, это упрощенная версия того, как он пел его в первый раз, что я уверен должно создать контраст между этим и что будет дальше. В этом есть что-то потрясающее. А потом они просто показывают зрителям, и зрители буквально падают в это кресло. Это потрясающий момент. Ничего себе. Он достиг наивысшего балла. Если вы видели другие мои видео, то знаете, что я действительно называю это потрясающим моментом для оперных теноров. Да, просто мурашки бегут по коже, особенно когда зрители тоже аплодируют. Это мощная штука. Ладно, давай продолжим. Музыка. 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 Словом, преждевременно я просто подразумеваю, что они звучат раньше, чем ожидалось, а не то, что это ошибка. Из-за этого представление становится немного тревожным. Нет, с точки зрения музыкальных ожиданий, пожалуй, лучше сказать неожиданно. Но мы не меняем тональность, так что я немного удивлен, что делает следующий. Бум. Раньше у нас была да, а теперь да диез. На одну ноту выше. Он, он, он продвигается вверх. И сила этого в полной пустоте. Вот это да. А потом у нас появилась эта строчка, которая мне очень-очень понравилась и в версии Лары. Я покажу тебе ее пустоту. А потом ее версия. Димаш сохранил эту лоджию, так что думаю ему она тоже понравилась. В конце он добавил немного вокала, что было очень мило с ним. Но я думаю, что то, что делает эту строчку такой красивой, это ее общая форма. Она начинается с движения вверх, поднимаясь до минус седьмого спуска вниз. Это довольно неестественный интервал звучания. Это звучит почти наоборот, как будто мы ожидали, что он уйдет. Но вместо этого мы получаем. И потом, если вы прислушаетесь к бэк-вокалу, то увидите, что он не совсем гармоничен, звучит довольно грубо. И это делает общее исполнение немного более аутентичным. Нет, я не знаю, какое слово я ищу. Может быть оно немного более реальное, немного более человечное. И снова мы получаем вот это. Это снова та самая нота, это семя, момент вау, как я это называю, и все в зале буквально сходят с ума. Вау. Музыка. Это универсальный язык. Не имеет значения, на каком языке ты поешь. Некоторые вещи просто потрясут человечество в целом. А тут еще и какая мощная смесь. Он поет, смешивая свой грудной голос, свой полный тембр, с голосом головы, своим фальцетом. Это трудно сделать, но он делает это так мощно. Ну что же, тогда я чувствую, что у нас получается настоящая демоксикация. Гармония становится немного более своеобразной, нестандартной по западным музыкальным стандартам. Мы играем в ми миноре, но бэк вокал поет, так что их мелодическая линия начинается здесь и заканчивается здесь. Это обозначает тритон. Этот интервал называется диаболос ин музыка, или дьявол в музыке. Он выделяется, он не должен звучать правильно. И это еще больше преувеличивается из-за того, что они поют это. Но в аккорде у нас есть эта нота. Как вы можете видеть по представленному здесь исполнению, весь звуковой ландшафт полностью отличается от начала, которое было просто успокаивающим, умиротворяюще-раслабляющим. Теперь он стал более насыщенным. Возвращаясь к бэк вокалу, мне нравится его демоксика. Это не только создает более насыщенную атмосферу, но и помогает поддерживать мелодию, в то время как Димаш может продолжать свои безумные демашовские штучки. Устраивать безумные вокальные заезды. Таким образом, включив их в список, мы гарантируем, что первоисточник по-прежнему соблюдается. Я часто говорю о том, что Димаш шоумен. Осторожно, ты разобьешь себе колени. Это очень драматично, но сейчас мы вернулись к более стандартным гармониям. А потом, когда он вынимает наушник, где это было? Когда появляется наушник, ты понимаешь, что он собирается сделать что-то особенное, что приведет нас к настоящей кульминации. И вот тут я подумал, что он должно быть закончил. Похоже, что все закончилось. Ты знаешь, мы, зрители, наверное, тоже устали. Это было так напряженно. Но это же Димаш, конечно, он еще не закончил. Почему бы просто не продолжить и не закончить на топ-топ-ре? Это на одну ноту выше, чем знаменитые топ-топ-до из квартета Аллегри Мизерера Мэйдеус. Да, я имею в виду, послушай, это выступление было великолепным. Мне больше ничего не нужно говорить. И мне очень-очень нравятся кадры, сделанные зрителями. Это просто показывает, в каком неверии пребывают люди. Они просто не могут поверить в то, что слышат. Давай оставим все как есть. Как всегда, спасибо тебе за то, что ты смотришь. Мы будем признательны, если ты поставишь лайк и подпишешься. Теперь у меня также есть подписка на YouTube и Patreon. Если ты хочешь присоединиться к сообществу, ссылки в описании ниже. Увидимся в следующий раз.